МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, что мы с вами рассмотрели? Мы с вами рассмотрели чистое бытие. Чистое бытие переходит в ничто. Ничто переходит в бытие. Нет ничто, нет бытия. Есть движение и исчезновение одного к другому. Есть становление. Становление благодаря разности есть бытие и ничто. Эта разность в становлении исчезает. Значит, исчезает становление и становится спокойной простотой. И вот это спокойно простое называется наличным бытием. А в этом наличном бытии мы обнаружили становление, поскольку оно результат снятия становления. А в становлении обнаружили ничто. И это ничто назвали небытием. И вот это небытие, принятое бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. На этом мы остановились. Вот этого материала, который мы с вами набрали не за такое короткое время, достаточно, чтобы сделать очень важные для исторической науки выводы. Значит, мы с вами знаем пять общественно-экономических форматов. Первобытно-общинный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм. А сколько становлений тогда? Значит, переход одной формации в другую из ничто в бытие. Да? Возникновение новой формации. А это возникновение происходит в борьбе, и одновременно идёт и возникновение, и прихождение. Старая формация, она и приходит, и возникает, а новая формация возникает, и приходит в то же самое время. Правильно? То есть идёт борьба противоположных тенденций, и идёт период становления. И по-разному он себя проявляет. Надо сказать, в исторической науке как раз периоды становления – это плохо изучены. Изучают в основном, даже в самой, так сказать, хорошей, так сказать, в хорошей литературе. Как-то вот им не повезло. Они наиболее диалектичные, и в это время, так сказать, как-то их не изучают. А именно, как состоялся переход от рабовладения, простите, от первобытного общинного коммунизма к рабовладению. Хотелось бы почитать бы это побольше, посерьёзнее, какие-нибудь работы. Не знаю, так не особо попадут. Если вы найдёте, может быть, подскажете. Или как состоялся переход от становления феодализма. Переход к феодализму. Вот, дескать, набежали варвары, уничтожили государство. Но, во-первых, оно не уничтожено полностью, от снятия произошло. Потому что, наверное, алгебру разрабатывали и геометрию раньше, чем произошли эти набегы. И как-то это всё осталось и сохранилось в отрицании. И потом, всё-таки, не варвары создали новые средства производства. А когда варвары разрушились, старые отношения рабовладельческие, восстановились уже не старые, а новые, крепостнические, феодальные отношения. Прошло, как сосредоточить. Ну, так вот, это время, которое должно быть изучено, как становление феодализма. Такую книгу читали «Становление феодализма». Мне не тесал, что это. «Становление рабовладения» книгу такую читали. Я что-то не видел. Ладно, чёрт с ним, с феодализмом. «Становление капитализма». Читали книгу? Ну, Энгельс же писал про происхождение честных сообществ. Ну, это сразу все формации, а так, что вы специально посвятили их становлению капитализма, что это не заслуживает внимания. Есть у Ленина книга «Развитие капитализма в России». Я бы её назвал, вот в соответствии с нашей терминологией, которого «Становление капитализма в России». Ну, видимо, Ленин имел в виду, что к этому, что не только становление произошло, наверное, раньше произошло становление, а имело место уже и развитие. Он уже показывал развитие. А чем заканчивается становление капитализма? Тем, что капитализм становится наличным бытием. А чем заканчивается становление рабовладения? Что рабовладение становится не отдельными эпизодами, что кто-то там с рабами ушёл, вождь со своей дружиной и с рабами. Нет. А теперь уже прочное сложилось государство, которое ловит этих рабов, возвращает хозяину, и обеспечено производство на началах рабовладения. Где основное производство ведётся? На рабовладельских платифундиях. Правильно? Это будет наличное бытие рабовладения. Читаю такую книгу. Наличное бытие рабовладения. Нет. А становление рабовладения и наличное бытие рабовладения – это разные проблемы. Становление рабовладения – это переход от первобытного общинного коммунизма к рабовладению. А наличное бытие рабовладения – это его расцвет, это его движение. И потом началось становление… Когда закончилось это движение? Вот уже Александр Македонский такое создал мощное государство. Почему такое мощное, что оно и рассыпалось? А что это оно вдруг рассыпалось, если мощное? Не мощно не рассыпалось, а мощно рассыпалось. А потому что, как раньше не замечали этого становления, поскольку оно идёт, это незаметное становление, в чём его особенность? Есть прихождение одного и возникновение другого. И вот при этом обнаружилось, что вот эти старые производственные отношения, рабовладельщики не годятся. Почему не годятся? Такие средства производства появились, что их рабам давать нельзя. Сломают. Потому что для рабов средства производства – это средства их угнетения. Ещё они будут беречь эти средства, лелеять. Зачем? Какой смысл? Скажите, ну так, рабовладение жило ещё, блядь, 600 после Александра Кругленского. Ну так это по историческим меркам ерунда, 600 лет-то. Это нам с вами много, а для истории 600 лет – это вообще ничто. Вы не уходите от вопроса о том, что у нас книга про становление рабовладения особенно заедет в таких широких, серьёзных исследованиях. А и становления феодализма тоже как-то нет. Вот прямо рабовладение исследуется. Феодализм исследуется. Капитализм исследуется. Остановление это. Их сколько становлений, так их всего было? Четыре. Всего четыре. Становление рабовладения, становление феодализма, становление капитализма и становление коммунизма. Всего четыре. А чем заканчивается становление соответствующего строя? Переходом становления в наличное бытие чего? В наличное бытие рабовладения, в наличное бытие феодализма, в наличное бытие капитализма и в наличное бытие коммунизма. Когда в России произошло, в СССР, произошёл переход, становление коммунизма, в наличное бытие коммунизма, когда произошёл? В каком году? – В 1936-х. – Ну да. Когда закончился переходный период, это период был становления. Значит, или по-другому поставить вопрос, с какого времени советские люди жили при коммунизме? – В 1936-го. – В 1936-го. А после этого остался анекдот. В армянского радио спрашивают, когда будем жить при коммунизме? Армянское радио отвечает. При коммунизме уже жили. Дескать, поживите теперь капитализме. А если возьмёте литературу периода наличного бытия коммунизма, то есть после 1936-го года, что там говорится, какие у нас задачи? Социалистическое строительство – это правильно? Говорят, вот как здорово было, всё правильно формулировано. Нездорово. Ну как вот? Вы построили дом. Можно же этим заниматься, проводить занятия. А я говорю, какая у вас задача теперь, товарищи студенты? У нас строительство этого дома. Это удивительно. Ну как можно ставить задачи социалистическое строительство, когда закончилось строительство социализма? Почитайте литературу того времени. Вот этот период после 1936-го года сформулирован, никем не сформулировано толково, что теперь задача перерастания или борьба за превращение низшей фазы коммунизма в высшую фазу. У Сталина можно такие встретить, отдельные высказывания. А общая такая картина, изложение, дескать, у нас социалистическое строительство продолжается. Так вы когда настройку закончите и начнёте тут наводить порядок? Ну если стройка, сами знаете, стёкла побитые, грязь там, всё. Во всех углах пахлят, там какие-то варежки оставленные, рукавицы, фуфайки. Ничего только нет вообще на стройке. Ну пойдите на любую стройку, посмотрите, что там делать. Ну сколько можно строить? Вы когда-то не собираетесь? Надо строить или надо развивать? То есть надо развивать уже построенный коммунизм и делать его из неразвитого развитого. Ну раз так не ставился вопрос, потом придумали, что... А у нас он уже развитой, и вообще ничего не надо делать. Социализм-то развитой оказался. И вдруг это увидел Суслу с Хрущёвым. И дальше из Брежнева. Развитой социализм. А раз развитой, что надо делать? Ничего. Вот светлая голова сидит. Ничего не надо делать. Ну всё время нравились такие задачи. Он их сразу улавливает. Как бы так, чтобы зарплата шла, а делать ничего бы не надо было. Но если развитой социализм... Сказал Никита Сергеевич Хрущёв, что социализм в СССР победил полностью и окончательно. А если окончательно, нужно бороться за что-то светлое ещё. Ну всё. Ничего с ним не будет. Ничего не надо делать. Можете всякую борьбу заканчивать. Бросайте вы борьбу, ловите миг удачи. Всё. Наконец-то закончили. Но это же на самом деле такое в теории было. Как бы проглашалось в партийной. Что всё, борьба прекратилась. Диктатура потеряться не нужна. Классовая борьба не нужна. А классы что, полностью уничтожены? Они могут быть уничтожены без классовой борьбы? Не может быть. С мелкобуржуазностью борьба осуществлялась. У него же нет. Нет, всё, нет. Не надо. А в чём состоит мелкобуржуазность? Дать обществу поменьше и похуже, а взять у него побольше. Это что, было у мелкобуржи или у рабочих тоже было? Было. А у интеллигенции было? Было. А у руководящего состава партии было такое, у чиновников партийных? Тоже было. Так это же надо же за этим классовую борьбу вести. Какую? Борьба рабочего класса против мелкобуржи. Свелась. Ну, с 22-го съезда уже. Всё, нету, нету. То есть мы демобилизуем нашу классовую армию, не боремся. Но если мы не боремся, а противник борется, а противник такого, он съезда не проводит. Он не может такого решения принять. Он тогда разрушает этот социализм. И вместо социализма, то есть низшей фазы коммунизма, мы получаем высшую фазу капитализма. Вот и радуйтесь теперь. Но если вы получили высшую фазу капитализма, то вы получите такие вот явления, которые вот сейчас мы наблюдаем сегодня. Когда говорим, сегодня день траура. Говорят, это отразгильдяйство. Это правильно. Отразгильдяйство. Что значит отразгильдяйство? Что просто какие-то разгильдяи есть. Так они всегда есть. Ну, а если глубже копнуть? Я не знаю, насколько вы внимательно слушали эти сводки о том, что там происходило в Кемерово. Ну, во-первых, выяснилось, что вспышка была очень большой, так сказать. Там горение было очень большое. А что горело? А вот этот материал, который там набросан висит около батута, горючий. Сплошь. Горючим материалом всё устлано, на котором скачут дети. Это можно такое допускать? Горючий материал там, где игра детей? Это что такое? А почему его допустили? Разгильдяйство. Нет, не разгильдяйство. Какой покупает мелкий бизнес, покупает материал? Вот у нас тут мелкий бизнес. Дешёвый. Дешёвый. Как можно более дешёвый и куплен. Как можно более дешёвый и куплен. А он весь горючий. Так. А стены чем? Читали там? Тоже пластик. Каким пластиком? Вредным, который при горении даёт такой газ, что несколько вдохов достаточно для того, чтобы умереть. И прямо вот лежат трупы взрослых с детьми около лестницы. А что люди, которые ставили пластик, они не понимали, что это разгильдяй или это наживо? Наживо. Да как о чём мы это вместо наживы, говорят, разгильдяйство? Разгильдяйство – это вот, ну всё это, мы там ничего с вами не то сказали, не то сделали. Это же наживо, погоня за наживой. Разве не об этом писал Маркс, капитал, что вот когда цитировал другого товарища о том, что вот капитал, если он чувствует, какая-то прибыль уже появляется серьёзная, он становится оживлённым. Потом он уже бежит. Наконец, когда на 300% он готов пойти на любые преступления. На любые преступления готов пойти. У нас сейчас капитализм или не капитализм? Мы видим, что капитализм. Какие преступления? Ну какие? Вот такой вот, закупить вот такой поролон, который горючий – это преступление. Пластиком таким покрыть – преступление. Дальше пойдём. А те люди, которые проверяли, ходили, ведь как, что он, этот дом, не сдавался? Сдавался. А как его сдавали? Значит, денег дали. Кому? Ну те, кто принимают, они что, не соображают, что если вот здесь пластик горючий? Ну если у вас приёмочная комиссия? Ну как, смотря, принимаете? Ну накрыть – хороший стол. Так будем принимать? Как этот бизнес сейчас сдаёт объекты? Значит, так, видимо, это не разгильдяйство. Это всё опять погоня за наживой. То есть, ну надо этим заплатить, это будет дешевле, чем делать другой пластик. Правильно? Ну приняли? Об этом разговор не идёт печати. Приняли. Кто-то принял же это здание в эксплуатацию с такой обшивкой и вот с таким наполнением. Дальше. Скажите, пожалуйста, а… А вот это что у нас здесь? Это вот… Пластик? Нет, вот всё вот тут вот. Да, вот пластика, что вот это круглое? Датчик. Датчик. А там почему не сработали датчики? Может, и у нас не сработают? Может, и у нас не сработают? А вы проверяли? Нет. Так у нас не мелкий бизнес. А про мелкий бизнес товарищ Медведев сказал, что надо сделать налоговые каникулы. То есть три года не подходи. Да за три года они сожгут тысячи человек. Три года не подходите, то есть нельзя проверять. Вот вы хотите узнать датчик этого действия? Нет, нельзя. Нет, у нас-то можно, у нас не мелкий бизнес. У нас университет государственный. Здесь надо проверять. А мелкий бизнес сказал, товарищ Дмитрий Анатольевич, «Не кошмарьте бизнес!» И что произошло в результате этого? Кошмар произошёл. Вот кошмар когда. Чтобы не было кошмара, надо проверять. Когда надо проверять? Вас когда проверять? Когда вы знаете, что я приду? Или когда вы не знаете, что я приду? Наверное, всем понятно, что проверять надо внезапно. Пришли вас и проверили. А у вас это не сделано, то не сделано, всё не сделано. Раз – штраф, 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 наказали. В следующий раз разглядять всё не будет. Ведь разгильдяйство-то откуда берётся? От этой же самой наживы. Что значит разгильдяйство? Это одних накормили деньгами, других накормили деньгами, сами себе сделали прибыль. А что здесь представляют собой люди при капитализме? Вот если бы у нас было рабовладение, а вы были бы мои рабы, как вы думаете, я бы допустил, чтобы вы погибли? Да вы что, с ума сошли? Вы погибнете, а я что, останусь? Вот эти со мной здороваться не будут. Скажут, у вас было 16 рабов, а сейчас один. И вот она, на басле, а не партий. Ну, и всё, одна рабыня. Со мной вообще никто здороваться не будет. Чтобы я допустил, чтобы вы пропали. Нет, ребята. А если вот вы у меня крепостные? Да я досмотрю, мало у меня крепостных. Вот этих, посчитаю за крепостных. Это будет мёртвая душа. Я специально приписываю. Зачем я приписываю? Потому что тогда я уважаемый человек. Если я скажу, что у меня не... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь крепостных. Ну, точно меня ни на один балл не впустят. И ни на встречу, ни на приём. Ну, кто-то будет разговаривать с таким дворянином, у которого восемь крепостных. Ну, несерьёзно. Вот я этот весь ряд, сколько тут мест? Всё это засчитываем. Ну, раз тут в стуле, значит, они временно вышли. По заданию моему работают там, на полях. Вот эти люди. Видите? Видите людей? Смотрите внимательно. Есть ли у меня крепостные эти? Есть. Вот. Теперь будете со мной здороваться? Видите у меня сколько крепостных? А у вас вот сколько? Вот. У вас мало. А у меня вот. И что, я допущу, чтобы они сгорели, эти крепостные? Здесь что, сумасшедшие, что ли? Да такое не могло быть при феодализме. А при капитализме? Да мне-то какое дело, что сгорели? Ну, какое мы дело? Придут газарбайтеры, новые придут, ещё придут, приедут. Мы что, не знаем, что берут вот человека, не оформляют на работу, чтобы не платить государству на пенсии, на медицинское обслуживание и так далее. Не оформляют, а вдруг он ногу сломал? Или руку отрубил ему, или повредил. Что делают? Берут его, прям отнесём, вот товарищ, отнесём, и там главное вынести за забор. И забыли его. А зачем нам его помнить? Он нигде не записан. Он нам не нужен. У нас все свободные живут. Сейчас капитализм, свободный строй. Все свободные. Вот этих наберём. Теперь идите на то место. Там, правда, кто-то упал в чан и сварилился. Ну, этого нету, давайте новый. Что мы не знаем, сколько у нас шахтёров погибает. Почему погибает? Потому что датчики эти не работают. Вот возьмите опять эту ситуацию. Обнаружилось, что не срабатывает сигнализация. То есть срабатывает. Тогда, когда всё хорошо. Тогда они взяли её и выключили. Это разгильдяйство? Нет, это не разгильдяйство. Потому что вместо того, чтобы вызвать специальные службы, сделать саново, как следует сигнализацию, наладить её. Они взяли её и выключили. А вы не помните, в Чернобыле взяли и отключили автоматическую защиту. Это разгильдяйство или это... Как-то это всё коррелируется с одновременно с другими событиями по разложению и уничтожению СССР. Ну, если вот, Дмитрий Анатольевич, сколько он ходил не кошмарить бизнес. Долго-долго отстаивал эту идею. Наконец, эта идея проросла. Сейчас говорят, давайте это проверим. Говорят, нельзя проверять. Не кончились каникулы. А землетрясение в Ереване? А? А ереванское землетрясение? Что ереванское? Ереванское землетрясение. Ереванское землетрясение как раз показалось, что там вместо цемента был давно украден. Когда начали проверять, когда туда пришли смотреть, рассыпались дома, которые были сделаны с помощью такого цемента, такого раствора, который забыли цемент добавить в нужном количестве. Они не могли стоять, эти дома. Тряхнуло, и они все рассыпали. Хорошо, а Душанбе? А что Душанбе? Там-то до этого землетрясения-то не было. Не сфиксированных был. И что? Строили и строили. И что? Вот мы говорим о том, что вот в данном конкретном случае, мы разбираем данный конкретный случай, погоня за наживой, вот получение прибыли любой ценой. Да еще в таких условиях, когда никто вас не проверяет, я скажу, они сами должны проверять. Но пока они сами проверяют. Как сами проверяют продукты? Посмотрите, во всех продуктах... Сейчас вы подойдите к мясному отделу, колбасному. Из чего делается колбаса? Копченая. Соя раз, курица два, копченая колбаса из курицы. То есть, потрясающе. Сосиски с добавлением мяса. Очень здорово. Мясные сосиски. А что, рыбные еще есть сосиски? Сардельки полукопченые. Открывает курица и так далее. Нитрит, нитрат, поташ, казинат, натрия. После реформы 65-го года пошло изготовление такой колбасы. Крахмал, нитрит, немножко мяса, жир. Нитрит, нитрат, поташ, крахмал, казинат, натрия. Состав колбасы. В журнале плановое хозяйство, я читал. Ну, сейчас там виртуозы просто. Возьмите вы кондитерский отдел. Вам масло ши добавить или пальмовое масло? С чем будете кушать? Вроде, как бы, можно и есть такие конфеты, но они невкусные. А почему они невкусные? А почему они должны быть вкусные, если эти все пальмовые масла, оно не переваривается в человеческом организме? Вернее, переваривается, если у вас 39 температура. По температуре 39 оно переваривается. Но это неправда. Что неправда? Оно разлагается в организме, оно спокойно. Разлагается. В нормальном функционировании организма. Вот они тоже так считают. Вы их дружок, я чувствую. Они нормальные. А это нормально, что вы молочный жир изымаете и спред выпускаете из растительных жиров вместо масла? Нормально? И написано «кремлевское масло». Наглости нет предела. Красного цвета и с башнями. Знаете формулу маргарина? Нет? Это великое открытие буржуазной эры. Не знаете формулу маргарина? Я ее не помню. А чего это вы ее не помните? Значит, вы не занимаетесь мелким бизнесом. Если бы занимались, вы помнили. Берешь воду и растительное масло и правильно смешиваете в соотношении две части воды и одна часть растительного масла. Но если вы будете просто крутить, не получится. Что нужно делать? Давление. Добавить эмульгатор. Добавляете эмульгатор, и тогда получаете твердое, мягкое масло. Твердое, в смысле, твердой фракции. Мягкое масло. И помните, Воймикс рекламировали? Там корова стоит и довольна так. Чем она довольна? А то, что у нее не забирают молоко, и она отдает все телятам. Потому что ни капли молока нету в этом самом мягком масле. Красота. Формула такая. Есть большие молекулы, образуются. Две молекулы воды и одна молекула растительного жира. И получается вот это так называемое мягкое масло. Или рама. Вам раму или стекла, или... Все, тут еще ручки есть. И уже масло не надо производить. А молочный жир изымается, а добавляется вместо молочного жира то, что для него, то, что не характерно и не полезно для питания. Ну, они как раз говорят, ну, не умрет же он, если съест килограмм масла этого самого пальмого. Не умрет. Он сам доказывает, что не умрет. И пусть ест. Нет, сразу я не умру. Да, сразу не умрешь. Это точно. И так далее. А зачем мне в напитках пить бензат на три? Объясните мне, зачем мне бензат на три? То есть какой целью мне бензат на три? Он мне нужен или вам нужен? Чем он нужен тем, кто кладет, или тем, кто пьет? Тем, кто кладет. Зачем он нужен тем? Потому что они собираются, чтобы вы год пили этот свежий напиток. Свежий напиток – год. Свежие, так и называется. А что свежие? Не знаю, что деньги свежие. Потому что он год уже стоит. В советское время был порядок. Два дня. Лимонад на два дня. Срок. Должен быть выпьет. Поэтому давайте. И тут пойдут сейчас, как в старое время. Как в старое время? В старое время бензат на три не кладут. Просто увозили. Вы должны были взять, привезти столько, сколько реализуете. Не можете реализовать? Не привозите, не забирайте. Так что это норма для капитализма. То есть экономить на людях, в том числе на жизнях людей. Разве у нас не было истории с боярышником? Не помните, в чём была история? Есть такое лекарство, боярышник, настойка, которая сердечная, успокаивает. Не нервничай, выпейте боярышника немножко, капельки сделайте с водичкой, и хорошо. Но, господа или товарищи алкоголики это поняли, там спирт есть, спиртосодержащий. Они купят этот боярышничек. Две бутылочки, выпьют и пошли. И весело, и хорошо, и недорого. И тогда в Иркутске решили назвать боярышником. Боярышником назвать специальное средство, так называемое средство для ванн. Как бы это вот написано, что это для ванн, наливать туда. Но назвали боярышник. И стали продавать в автоматах. Чтобы человек бросил деньги, раз, боярышник, раз, и пошёл. И сначала-то, сначала этот боярышник был для ванн. Все знали, для чего он, и все знали, кто его пьёт. И знали, что зачем в автоматах, чтобы много денег получать, чтобы это шло быстро. Но потом решили, а что это, дорогой же этот метиловый, давайте метиловый туда нальём. И налили метиловый. А метиловый это что? Яд. Ну и умерло 72 человека. И что? Ну а те, которые вставляли, ничего им особенного? Ничего. Что сделали-то за то, что 72 человек убили? Ничего такого и не сделали. Это гуманизм. Так написано же было, средство для ванн. Ну да, написано. Вам же всё было написано, средство для ванн. Надо было из ванны пить. Вылить туда и потом пить из ванны. А вы делали не так. А у нас этой палёной водки много или мало? А что такое палёная водка? От неё люди умирают или не умирают? Значит, те, кто производит эту палёную водку, убивают или не убивают людей? Если убивают, кто разглядяет? Тех, кто допустил производство палёной водки? Или те, кто должен контролировать, чтобы её не было? Ну и те, и другие, и совместно убивают. Ну так, а, говорит, не кошмарьте бизнес, пусть они, что хотят, то и делают. Ставится вопрос о том, чтобы вернуть. При царе была монополия на водку? Была. Была. Зачем убрали? При Сталине была монополия на водку? Была. При Ленине была? Была. Монополька так и называлась. Вы зачем сделали это? Это идеальный продукт для капитализма. Берёшь воду, наливаешь 40% спирта и продаёшь. И всё. Но, вот скажем, Ленинградский ликёроводочный завод, там после того, как соединяется спирт зерновой и воду, идёт очистка. Причём очистка идёт сначала древесным углём и большие ректификационные колонны, пятиэтажные. А если вы в подполье делаете, в подвале эту самую водку, какая очистка? Там севушные масла. А поэтому разные названия. Там Рябиновка, Дубиновка, такая-сякая, снежная-нежная и так далее. Как угодно. И можно всё время менять название водки. Состав чем отличается? Они ещё плохо очищены. При этом, при таком обилии, как говорится, ассортимента, вот чем отличается, как вы думаете, столичная от московской? Это как раз я-то вот лекцию читал на ликёроводочном заводе под названием «Парсиум чести и совесть нашей эпохи». Мне за это дали две бутылки водки на выходе уже. А я говорю, я не пью. А уже всё, мы прошли проходной, уже не можем вернуть туда. И что здесь, где канат нести? Я сдал канат экономического факультета иностранцев спаивать. И вот я там спросил, а чем отличается вот новая водка у них пшеничной от столичной? А чем, говорит? Мы убрали сахар, убрали соду и повысили цену. То есть убрали полезные составляющие и повысили цену. Этим отличие. Ещё время она двигается, двигается сона. Причём для государства это было всегда идеальный способ получить деньги, которых, говорят, нам не хватает. У нас нет денег, говорит. Денег нет, говорит, товарищ Медведев. Почему у вас нет денег? Вы продали водку. Завтра вам уже деньги эти отдали. Потому что цена, затраты на эту водку 5% от цены. Ну, то есть это готовая прибыль. Прямо считайте, что вам сразу зарплату возвращают. А вы отдали это частеньку, если что вы хотите. А это мелкий бизнес. И что этот мелкий бизнес? Что делает у нас Кока-Кола? Она что делает? Она что-нибудь нам помогает? А чем она помогает? Она воду нашу берёт? Нашу. Концентрат приводит. А Кока это что? Ну, так это наркотик. То есть вы пьёте? Вы зачем пьёте? Чтобы не хотеть пить или хотеть пить больше? А он очень сладкий. Почему? Ну, все врачи говорят, не пейте много. Кока-Колы. Почему? Потому что у вас диабет будет. Ну, сладкий. Много сладкого напитка нельзя пить. Он же страшно сладкий. Так, а этот самый? Пепчи-кола? Тоже кола. Так, а вы читаете, вот, а не вода, которая одну производит. Кока-Кола называется по-французски. Бонако. Вообще по-французски. Ну, продать надо. Американская не идёт, по-французски вам продадим. Бонако. А мелким средством написано, кто производит? Кока-Кола. А ещё одна аква. Это уже пепчи-кола. А на ней написано. Вода с централизованного источника водоснабжения. Это если Кока-Кола производит. То есть из-под крана. А очищенная, правда. А если это пепчи-кола производит воду? Тоже такую вот. Для питья. Которые говорят, вот, надо их на официальных собраниях, заседаниях в виде пить. Написано. Очищенная вода муниципального источника водоснабжения. Опять из-под крана. Приехать в Россию из-под... Там и там артезианские воды. Нет. Бывают и артезианские. В редких случаях. Нет, всегда. Не всегда. Читайте. Читать надо. Вы грамотный человек? Читайте. Я был на обоих заводах. Вы были на заводах. А я считаю, что написано на упаковке. Там написано просто вода очищенная. Там очищенная вода артезианская, этого самого, централизованного источника водоснабжения. Написано на Кока-Кола. Нет, ну такого. Давайте поспорим на 10 тысяч. Потом будете плакать. У меня есть 100 рублей. Чего? Вы должны не поспорить. Рубль, да. Нет, рубль я не с вами спорить не буду. Мне нужен состоятельный спорщик. Чего я буду спорить так? Что, я за истину, что ли, буду спорить? Спорить-то не из-за истины. Спорят всегда из двух спорящих. Один подлец, который точно знает, что он выиграет. Другой дурак. Потому что он не знает, что он проиграет, а он все равно влезет в спор. Вот и все. Это известная поговорка. Я не хочу быть подлецом. А вы скажете, я не хочу быть дураком. Мы и разошлись. Так. Так что я думаю, что, конечно, когда мы здесь наблюдаем явную совершенно заинтересованность и попытки сохранить этот умирающий частный сектор, когда уже у нас 70% госкапитализма, у нас государственный сектор. Ну и все это действительно передовое и совершенное делается в госсекторе. Ну где делается вооружение, все космические наши аппараты? Где настоящее применяется наука? Там. А тут применяется вот эта вот всякого рода махинация для того, чтобы каким-то образом получить прибыль. Поэтому надо понимать, что здесь, при том, что вроде бы государство, по идее, что-то проверяет, что-то делает. А если я стал проверяющим, какая у меня цель? А? Заработать. Не заработать, а получить. Это у вас цель – заработать, а у меня – получить. У нас какой принцип самый главный капиталистического общества? Какой? А? Ну, приоритет каких интересов? Собственность. Личность. Ну, личность превышая всего, правильно? Вот, если я принципиальный человек и стал министром, что я должен сделать? Золотые слова. Вас уже можно делать министром. Завтра. И вы быстро пойдете в гору. А Улюкаев так долго к этому шел. И под конец угодил в тюрьму. Ну, надо… Ну, как-то надо… И так вам несли, а вы как-то грубо очень. Прямо приехал сам за чемоданом. Ну, что это такое? Так хотелось 2 миллиона долларов получить, что прямо просто не выдержать было. Приехал, взял. И ключик взял. Еще, которым открывается портфельчик. Так. Значит, вот мы с вами говорим, как применять теперь то, что мы получили. Вот мы применяем к феодализму. Применяем капитализму. Капитализм. Когда переходный период к капитализму? После установления буржуазной власти или до установления буржуазной власти? До. 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 То есть, вот, пожалуйста, можете взять работу Ленина. Развитие капитализма в России. Там показано, как в России в 19 веке развивался, уже установился, развивался капитализм. И доразвивался до стадии империализма. А когда была буржуазная революция? Потом. То есть, уже буржуазия была. У нее уже была сила. Класс был сформирован. Деньги были. Оставалось одно. Сделать. Только решить вопрос политической власти. Ну, сделала буржуазия. Полностью установила свою власть? Нет. Почему? А потому что она свою задачу, как буржуазия, не выполнила. У нее какая была задача? Ну, если она за частную собственность и против феодализма. Она должна была, по примеру, французской буржуазной революции, отнять собственность у землевладельцев, которая у них гигантская была. Потому что крестьянам-то не отдали землю. Поэтому они вроде помещиками не стали, а стали землевладельцами. А вы хотите на моей земле что-то делать? Платите деньги. И все. А вы хотите тоже коробку у меня пасти? Платите деньги. А я что буду делать? Деньги получать с вас. Красота. То есть землевладельцы были большой силой, которую буржуазия российская в 1917 году, после февральской революции, не сложила. То есть не забрала у нее землю. И не отдала крестьянам. А и тогда бы там сразу пошел процесс капитализма. И тогда бы за этой буржуазией пошли крестьяне. Ну, если вы... Я вам вам отдаю землю, а вы крестьянин. Вы будете за меня. А если я вам не отдаю, вы будете за него, если я вам отдаст. А вам-то... Вы всех любите, уважаете, но отдадите, будете поддерживать того, кто землю вам отдал. Нет важнее ничего для крестьянина, чем получение земли. Российская буржуазия что сделала? Она эту вот возможность оставила большевикам, чем большевики воспользовались. Если большевики дали вам землю, так вы что, заботитесь, кто вам дал землю? Это самое главное для крестьянина. Крестьянин пошел за землю воевать. За землю, за волю, за лучшую долю. И кто победил в этой войне? Ну, с народом сражали здесь белогвардейцы. Победил народ. Народ невозможно победить, если он поднимется. Это уже рабочие и крестьяне. Это мелкобуржуазия. Большинство у нас было мелкобуржуазия. Она взяла в руки оружие. Тем более она его и не складывала. Потому что ее позвали на фронт, ее вооружили. И осталось только это оружие пустить в ход против тех, кто хотел обратно отнять землю. Но обратно, я говорю, это не вернешь. Деникин шел, отдавал снова землю помещику, порол крестьян, вешал их. И он идет, идет к столице уже, подбирается. А все хуже и хуже воюют войска. Все хуже и хуже. А когда он уже почти к Москве подошел, все пошло наоборот. В Красной армии стали воевать лучшие крестьяне, а в Белой армии совсем никуда. И переходить из Белой в Красную. И разгромили этого Деникина. Вот это был переходный период. От чего? От феодализма к капитализму. Он проходил при власти феодалов. Правильно? А потом в конце уже при власти землевладельцев крупных. Но феод – это и есть кусок земли. Поэтому землевладельцы или феодалы – это примерно какие-то синонимы. Затем получил рабочий класс власть. Завоевал ее в октябре 1917 года. И что? Это начался переходный период. От чего к чему? От капитализма к коммунизму. Какие были уклады в этом переходном периоде? Вот оно – становление коммунизма. Если становление коммунизма, какие тут тенденции? Одна тенденция – от ничтого коммунизма к бытию коммунизма. А другая была – от бытия коммунизма к ничтому коммунизму. Или и такой не было тенденции? Что это вы качаете головой? Что в становлении может быть только одна? Один момент? Это вы сами придумали? Что в становлении может быть только один момент? Это интересно. Так некоторые считали. Дескать, все хорошо будет. Вы давайте. Никто против нас выступать не будет. Все, классовая борьба прекратилась. Мы ведем светлое будущее. Семи мильными шагами. Ну, может быть, такое, чтобы у нас был бы буржуазный уклад, и чтобы этот буржуазный уклад не стремился стать всеобщим. Не может быть. У нас какие уклады были в России? Патриархальные. То есть те, кто даже и товар-то не производили. Просто производили продукцию для своего прокормления, и все. Раз. Мелкотоварные. А мелкотоварные все время, ежеминутно, ежечасно рождают что? Капитализм он рождает. Капитализм. То есть бытие капитализма он из ничто рождает. Нет, а он рождает. Товарное производство превращается в капиталистичное. Частнохозяйственный капитализм, уклад целый, не все же национализировали. Зачем все национализировать? Даже в отношении того, что национализировали, Ленин говорил, ну, мы столько национализировали, а и переварить никак не можем. Потому что нет еще плана. Нет планомерного развития. Поэтому они хозяйствовали, вначале хозяйствовали так, как у нас хозяйствуют сейчас. Фирмы. Государственно-капиталистические. Роснефт. В чем состоит ее хозяйство? Где хотят, там и добывают нефть. Кому хотят, тому и продают. Ну, советуется с государством. То же самое Газпром. А стратегия в чем состоит этих корпораций? В том, чтобы себе сделать больше зарплату членам правления. Почему? Потому что это государственная же корпорация. Она должна денежки, прибыль отдавать государству. Правильно? Значит, как денежки забрать себе? Имея в виду, что цель при капитализме какая? Прибыль? Или доход? Наживо? Ну, надо больше установить зарплату себе, а то, что останется, отдавать государству. По-честному. Поэтому члены правления Роснефти получают 24 миллиона в месяц. Поэтому на вашу стипендию денег нет. На Газпром еще надежда. У тех только 15 миллионов в месяц зарплата члена правления. Бедняки тоже есть. Не только середняки. Бедняки это кто? ОРЖД. 5 миллионов в месяц. Ну, как вы думаете, члены правления Сбербанка, куда все старушки все несут свои пенсионные и так далее накопления? Как вы думаете, какие там доходы? Ну, только миллионы. Миллионы вместе с учебным управлением. Ну, если часть людей получает миллионы, то другие в силу закона сообщающихся сосудов не получают эти миллионы. И все. Денег нет. Для вас денег нет. Для вас денег нет, зато мы закрыли половину вузов за три года. Закрыта половина вузов. Где, в какой стране эта такая операция прошла хорошая? Половина вузов закрыта. И что мы выиграли? В основном закрыты частные вузы, не государственные, но которые прошли аккредитацию и выдавали государственный диплом. В чем же дело? Зачем бы выдавали тогда? А мы, когда выдавали, деньги за это брали. А сейчас, когда закрываем? А деньги за закрытие получаем. И так получаем, и так получаем. Закрыли половину. Ну, куда идти пойдут люди? Пойдут, значит, будет как бы повышен конкурс. Куда? Высшее учебное заведение. А высшее заведение учебное тоже надо подстричь. Зачем специальность вам давать? Вот у нас есть специальность. Вот у нас двое человек специалисты. По пять лет учились. А вам зачем давать специалисты? Это же один расход. Вот вы будете учиться пять лет. Это для государства. Это только одна растрата. Дать вам четыре года, навешать вам бакалавры, идите с лаврами, и все. В аспирантуру поступать нельзя. В вузе преподавать нельзя. Тут наши университет решил выступить с инициативой, что в выпускном экзамене не мы будем от профессора сидеть, проверять у вас дипломные работы, а пусть это работодатели. И начали смотреть, а кто у вас работодатели? Ну, кто работодатель в бакалавру? Директора школ. А что, мы их предвузили, что ли, все? Вот это да. Меня спрашивают заведующие, говорят, Михаил Васильевич, а у вас никакого вообще есть на меня? Нет, у меня есть. Я президент фонда рабочей академии в 94-м году. Ой, дайте, говорит, ваши реквизиты, мы будем записывать там дипломы, что это потенциальные, как бы... Ну, к нам вы можете попасть. Правда, у нас денег нет, без зарплаты не будет никакой, но без зарплаты, пожалуйста, мы принимаем. Мы еще хуже капиталистов, тихотик, какую-то зарплату платят. А мы вообще не можем платить. Ну, писать можно же в диплом-то, надо что-то написать. А что вам написать в диплом теперь? Куда вы идете? А еще какую полезную задачу? Это вот полезную задачу, чтобы вы туда не стремились куда-то идти, на хорошие места, потому что вы не имеете права пойти на эти хорошие места. Когда закончите, не будете иметь права. Сейчас вы не можете, потому что вы в становлении, а потом вы не сможете идти, потому что как наличные вы себе не имеете права пойти в аспирантуру и никуда. Кроме идите с новой магистратуры и сидите еще два года и платите деньги, если платно. А если бесплатно, то пусть родители вас содержат еще два года. Так можно было пять лет содержать, а так шесть. Ну, это... Пусть родители кошеливаются, сами можете идти на работу. И вот они ходят, вечерком приходят, как вечернее отделение возрождено. Шесть лет же учились. Вот у нас магистры шесть лет и учатся. Четыре года бакалавриатии, а потом два года на вечернем. В итоге так получается. И сидит там три человека. Я преподаю и там, и там, и у магистра тоже. наблюдаю эту картину изнутри. А экономия-то какая? Сколько? Скажите, пожалуйста, сколько нужно убрать преподавателей, если учиться будут не пять, а четыре. Решите такую задачу коммерческую. Преподавателям же зарплату нужно платить. Это одно разорение для общества. Платить зарплату. Вот я вам читаю лекции, это мне зарплату надо платить. Как бы сделать, чтобы я не читал? А вот так и сделано. Я вот на историческом факультете читал на пятом курсе курс философии и истории. Можете с ним познакомиться на сайте Фонда Рабочей Академии. Лекции по философии и истории. Они вот как вот написаны, так, как я читал на пятом курсе исторического факультета. Никто меня оттуда не прогонял. Наоборот, всем очень нравилось, но нету этого пятого курса. И он со всеми спецкурсами, со всеми сложными курсами улетел. Улетел, улетел. Сколько надо убрать преподавателя, если нагрузка сократилась на 20%? Молодец. Правильно считаете. Вот 20% убирают, увольняют. И так нам каждый раз намекают, что, дескать, давайте собирайтесь, так сказать. Ну, как-то не ясно только кто. Поэтому у нас всякие критерии придумали, как отбирать. Сначала сказали, что если у вас нету статей в Ринце, то вы нигде не пройдете. Все. Мало будет статей в Ринце, все. Ну, вот некоторые товарищи уже улетели у нас с кафедры. У меня в Ринце индекс в Ринце, а у кого два, они все подно. Дескать, сначала говорили, давайте, где хотите, печатайте, теперь только вот в этих. Так Ринц вообще недавно появился. У меня основная масса работ была до появления этой Е-Лайберрии. Хорошо. Потом говорят, давайте, вы же российский ученый, российский. Будем вас оценивать по тому, как вы в иностранных журналах опубликуете на иностранном языке. Хорошо, мы опубликовали, у меня есть две работы, опубликованные в иностранных журналах на иностранном языке. Web of Sinus и Scopus. Это все, что интересует наши сегодня учебные власти, чтобы вы были, опубликовались в иностранных журналах. А я спрашиваю, а американские ученые, если в Тамбовском журнале опубликуют, их простимулируют? Нет, говорит, американские их не простимулируют. А наш заслуженный деятель науки, профессор Марахов, спрашивает, а чем это отличается от санкций? А заведующий отвечает, а нечем. Ну, лишние. Вообще образованных людей много не надо. Вот, я думаю, надо тут тоже вот взять вот эту половую часть, вот эту, раз. Нет, вот это тут все равно мало сидит. Давайте всех кто на этом здесь сидит, всех выгоним. Все равно мало сидит. И отчитывается же, министерство, отчиталось, все хорошо. с точки зрения, вот вы бы были капиталистом, пришли бы к руководству. Вот, например, Дворкович, слышали такой? Вице-премьер. Вот я у него выступление читал, говорит, не надо стипендию платить студентам. А сам он его получал. Красота. Теперь он сидит, деньги считает. Это одно разорение. Студент, это вас сколько учить надо? И все это время надо платить преподавателям. Считается. И вам стипендию, преподавателям зарплату. Это одни растраты для государства. Ну, что это такое? Так, значит, мы рассматриваем этапы, переходные периоды становления. Становление коммунизма когда началось? С октября 1917 года. До какого времени шло? До середины 30-х годов. Теперь социалистической страной когда Россия стала называться? Когда построила социализм или когда совершила социалистическую революцию? Как только революция социалистическая совершилась и устанавливается власть рабочего класса, страна называется социалистической. Сколько у нас сейчас социалистических стран? И в каком периоде они находятся? Очень легко посчитать. Считаем. Значит, если брать по так сказать, тому, когда где была революция, Корейская народная демократическая республика. Там переходный период или наличное бытие социализма? Там наличное бытие социализма. Нет там частной собственности. Никакой. Нигде. Ни в каких сферах. Все общественно. Дальше идет Китайская народная республика. Переходный период. Там есть и капиталистический уклад, и госкапитализм. 55% государственный сектор, планирование есть. И частного капитала моря. То есть переходный период. Говорят, что они планируют этот переходный период держать сто лет. Но им беднее. Их много. Миллиард 380 миллионов. Я думаю, ни у кого не повернется и сказать, что давайте вы быстрее. Не знаю, как быстрее с таким количеством людей, которые переходят от отсталости к высотам научно-техническим и социальным. Вьетнам, которая победила американцев. Единственная страна, которая, социалистический Вьетнам, которая победила Соединенные Штаты Америки. В большой войне. Тяжелейшей. И выиграла. А теперь они туда приезжают, руки жмут, 90 миллионов человек. Начали войну был Северный Вьетнам, Южный Вьетнам был американский. Закончили войну, Южный Вьетнам освобожден от американцев. Сильно их уважают. 90 миллионов человек. Переходный период тоже самый. Особенно Южный Вьетнам. На Северном Вьетнаме уже многое было сделано для того, чтобы было социалистическое планирование и так далее. Когда присоединили Южный Вьетнам, большая радость, присоединили, высоединились, но там капиталистическое запустение. Вот сейчас это переходный период от капитализма к коммунизму. Куба. В ней был построен социализм. Она была не только социалистической страной, но и страной, построившей социализм. При Фидели Кастро. Когда Советский Союз и далее Россия перестали активно помогать Кубе, им стало очень сложно, и они ушли назад в переходный период. Как? Ушли. А сделали из рабочих миллион самозанятых. Такое хитрое название. Вот вы сами заняты, или вами кто-то занят? Вы сейчас не хотите собственное дело открыть? Хочу. А у вас это не собственное дело учиться на ИСПАКе? А что тогда вы хотите открывать? Оно давно открыто? Ну так вы учитесь. А как? Говорят, давайте откроем собственное дело. Купите три козы. Одна коза это будет капитал, вторая прибыль, а третья? А на третью мы будем что-то прикупим. Потом взяли эти три козы и подохли. А у вас зоотехник есть? Нет, у вас козы есть, а зоотехника нет. Ну как можно заниматься животноводством, если вы будете иметь три козы или четыре коровы? А из кровати старых будете сваривать себе телегу, как и делают эти фермеры так называемые. К Путину стали приставать, говорят, что вы про ферму ничего не говорите. Давно-давно уже, когда он делал очередную пресс-конференцию и ответственно на вопросы, на звонки. Говорят, ну что вы меня спрашиваете? Они дают не более двух процентов сельскохозяйственной продукции. Что о них говорить? Не надо ничего о них говорить. Ну дают и дают. Никакой роли не играют они, экономической роли никакой не играют те вот эти фермеры наши, асфальтовые. Несмотря на такое давление мощное, сохранилось крупное земледелие и животноводство с потерями. Например, у нас в 90-м году было 20 миллионов коров, а сейчас 9 миллионов. И что из этого произошло? А произошло то, что у нас теперь на экспорт зерно пошло. А почему оно пошло на экспорт? А потому что кормить не надо своих коров. Не надо делать фуражное зерно на корм скоту. Соответственно, и молока нет своего. Ничего, купим. Там вот на складах НАТО лежало, молоко давно сухое. Размешают и дадут вам. Запакуют бумажки, бутылочки, будете пить. То есть, что мы наблюдаем. То есть, вот, куба ушла в переходный период и сейчас она относится к социалистическим государствам, но социализм там теперь снова не построен. Опять не построен. Опять начинается сначала, так сказать, очень много целый мелкобружазный класс. Кто еще остается? Не забыли? Да. Говорит. Было. Остается страна, которая позже всех совершила социалистическую революцию. Самое последнее. Вроде бы все должны помнить, 49-й год Китай. Не стояло? Нет там никакой социалистической революции рядом не стояло. Не бывает социалистической революции без диктатуры пролетариата. А разговаривать можете, как хотите. Хотите, сейчас вы на Древнем Риме можете говорить, что мы сейчас построим, вот, закончим лекцию и построим с вами Древнеримскую республику. Никто не запрещает, у нас свобода. Мы долго будем строить. Главное избрать каких-нибудь колоннов. Значит, как называется последняя страна совершила? Что так много у нас революций социалистических, что никто и не упомнить невозможно. Говорит, что вы нам такие задачи задаете? Откуда мы узнаем, что так много этих революций? Лаос, 1975 год. Красный Кирок? Это Камбоджа вообще красный. А Лаос-то? Вы с Россией с огненной землей не путаете? Нет. Это Камбоджа. Да, это для таких людей Камбоджа, там Лаос. А африканские страны вообще, да? Я просто перехватываю. Такое бывает. А вы не помните этот фильм «Депутат Балтики» приходит в типографию, которая перестала печатать большевистские газеты, матросы и большевик с ними один, комиссар. Выходит директор типографии, тот спрашивает, а почему? Вы почему не печатаете? Что такое напечатали против советской власти? А это опечатки. А комиссар говорит, а почему у вас все опечатки против советской власти? Почему у вас высказывания против социалистических стран? Кому не знаю, это будущее человечества. У нас же умирающий, загнивающий капитализм. Он долго будет загнивать. То есть вы считаете, он так долго будет загнивать, что вам жить все при капитализме? Да. Я так и чувствую. Вы прониклись уже этим духом на сквозь. Почему это никак? Он гниет все время. А гниение это и есть такое правило. Гниение может быть бесконечным. Вы отличаете гниение от горения. Горение раз и сгорело. А гниение может быть. Вот представляете, перегной. А еще, если его оставить, еще перегнет. А еще, если оставить, еще. Гноение это бесконечный процесс. Поэтому, если вы насчитываете, что он все перегниет и сгниет, нет, так не будет. Будет гнить бесконечно и еще будет гнить. То есть, вы хотите, так сказать, стоять в сторонке и смотреть. Когда он сгниет, тогда мы выйдем все в белом, скажем, да здравствует социалистическая революция. Так не получится. Так не выйдет. Он еще сжечь сколько людей. Это разве не гниение то, что произошло? Это что такое? Вот это и есть гниение. Капитализм. Болезни, голод, который есть. Наркомания. Наркомания, это разве не гниение капитализма? В наркоманизме что-то так бывает? В наркоманизме наркомании не было. То есть, в ТНЗР наркомании нет? Наркомания – это такой обширный процесс. Отдельные штуки, поштучные были. Нет, пожары же были. А? Пожары же были. Пожары были. Гораздо меньше и гораздо за ними строже, за ними смотрели. Почему? Потому что это общая задача. Не задача набить себе карманы, а задача спасти то, что есть. Общее. Все наше общее надо спасать. И людей надо спасать. Вот сейчас говорили этим самым пожарным. Вы зачем не открыли, в комнаты не зашли? А потому что, говорит, мы без вооружения соответствующего. Ну, куда вы пойдете в комнату, сразу задохнется этот пожарный и все, и умер. Чего ей туда посылать? Ничего, зато у нас есть выставка, там есть пожарный. Я вам уже рассказывал вашим коллегам и вам расскажу. Вот продают огнетушители. И вот при большом скоплении автомобилей на одном из площадей вдруг загорелся автомобиль. Горят автомобили очень быстро. Раз и сгорит прям факелом. Сразу люди повыскакивали, человек 15 из своих автомашине, каждый бежит и под два этих самых огнетушителя. Человек 15. Подбежали и давай тушить, и давай тушить. Сработало два огнетушителя. Ну, вот вы купите огнетушитель, как вы будете его проверять? Ну, вы проверите, проверите. Как вы его проверите? Вы нажмете, он и закончится. Давайте мне еще тогда. Они один для проверки, второй для продажи. Это разные огнетушители. Для проверки, для таких как вы, вы хотите проверять, у нас есть там в кладовке лежит. А это для продажи. А что вы туда положите? Шипит и шипит. Ну, не сработало. А где он мог применять? Вы слышали, читали про огнетушителей, которыми пользовались в этом самом центре? Ну, если это вот такой центр, где может быть возгорание, ну, там должны быть в этом углу, в том углу, и что тогда люди схватали бы их и использовали. Чего хватать? Нету? Еще нету. Так что это называется гниение. А умирание в чем выражается? Вот надо сделать семьи все однополые. Обязательно. и запретить этим семьям брать себе детей. Собственно, неоткуда будет их брать, поскольку все семьи однополые. Главное этот принцип привести последовательно. И все эти самые гомосексуалисты и ЛГБТ все умрут. А сейчас они только выражение гниения. Не будет просто этих людей. Пропадут. Останутся только другие люди. Вы сейчас не видите, что в чем выражается это гниение. Вот человек нетрадиционной ориентации. А как я узнаю, что он нетрадиционной ориентации? Только от него. А как я от него узнаю? А он потому, что парад делает. А если он не делает парад, как я узнаю? Никак. Вот мне неинтересно это узнавать. Если около моего дома будет проходить такой парад, я обязательно выряду зубины и дам по голове тому, кто проходит. Почему? Потому что это мне неинтересно. Если это некое отклонение внутреннее, ну и на здоровье мы тут при чем? А давайте я против того, чтобы были парады одноногих, одноухих, одноглазых, давайте глухих, слепых, одноруких парад. Почему парад? Ну есть что-то у вас там есть. Ну и хорошо. А зачем об этом кричите? Мне не нравится, что об этом кричат. что вы там делаете, меня абсолютно не интересует. А зачем кричите об этом? Да я и вижу, что вы не кричите. Это не гниение. Гниение. Тут два молодца недавно в Дании вступили в брак. Знаете, слышали, наверное, эту историю? Молодцы, так хорошо разработали, и приходят. А у нас эти центры МФЦ, они раз в МФЦ, говорят, у нас вот там-таки в паспортах все в порядке. Да нам там запишите теперь в книге регистрации. Те записали, а после этого, поскольку это противоречие российскому законодательству, там забрали эти паспорта, объявления недействительными, наказали работников МФЦ. Но это уже потом. А сначала наши МФЦ зарегистрируют. Граждане говорят, ну, у нас запрещено вступать в брак с представителем одного и того же Павла, а в Дании не запрещено. Ну, в Дании, там разрешено, мы на законном основании вступили в брак, к вам просто просьба зарегистрировать. Зафиксировать, что это есть. Ну, вот, так сказать, фиксация не прошла, не прошла удачно для граждан. Что это такое? Гниение своего рода. Дескать, а вот они имеют право. Да, право имеют. Каждый имеет право выкинуться, выпрыгнуть с 15 этажа. Ну, я готов подтвердить это право. Только не надо потом говорить, что я вам советовал. Это я не советовал. Но право есть, да. Право – это отрицательное действие. Право означает, что говорит о том, чего нельзя делать. Оно обо всём не говорит. Ну, невозможно перечислить всё, что не следует делать, нежелательно. Невозможно. Право отрицательное имеет такой характер. Ну, вот, если мы так посмотрим на этот вот период, то, если вы посмотрите литературу или посмотрите просто интернет, вы увидите, что люди никак не могут разобраться, где страны социалистические, где страны, построившиеся. Ну, всего одна страна построила социализм. Одна. Сейчас. А другие социалистические страны находятся в переходном периоде. Что тут непонятного? А непонятно то, что люди не знают, что такое переходный период. А почему они не знают, что такое переходный период? Потому что они не знают, что такое становление. И путают становление с наличным бытием. Вы будете путать становление с наличным бытием? Нет. Не будете. Я так и знал, что вы не будете путать. И сосед не будет путать. Это уже хорошо. Два человека – это много. Это уже единство двух. Правда? Единство. У вас единство есть? Мы оба не путаем социализм, построенный и социалистическую страну, в которой идет переходный период. Это же очень важно. Причем это почти всеобщее. Мне приходится постоянно отвечать на эти вопросы. И спрашивают, и спрашивают. Это говорит вообще о очень низкой подготовке. Какой? Ну, такой диалектической, очень низкой. Это говорит о том, что для того, чтобы о серьезных вещах рассуждать, исторических, ну, какая-то элементарная философская подготовка должна быть. Поэтому меня к вам командировали. И сказали, вы должны вот это объяснить. Я стараюсь. По мере возможностей. И вижу, что это поддерживается вполне аудиторией. И мы должны это делать и дальше. Какие у нас дальнейшие перспективы? Значит, вот мы разобрались с одной формой движения и становления. Если мы будем заглядывать вперед, то впереди еще изменения и развитие. Ну, поскольку мы разобрались с остановлением, немножко мы пройдем дальше в оставшееся время. Потому что остановились мы на том, что на личном бытии мы нашли небытие, и это стало определенностью. И мы стали на эту определенность смотреть. И она, когда мы на нее смотрим, она что? Во что превратилась? Нет, молодой человек. Когда я смотрю на небытие, оно является объектом моего интереса. То есть, оно есть как объект моего интереса. Оно тут же превращается в бытие. Поэтому определенность может быть взята как положительное, такое односторонне положительное. Взятая как положительное, это называется качество. Качество есть первая непосредственно определенность. Вот какое качество? То есть, качество изначально это небытие, определенность. Но мы его берем как вот ваше качество. Например, вот вы умный человек, так? Вы и ум это два понятия? Нет. Нет? Одно? То есть, вы это и есть ум. А я думал, ум это у вас. А оказывается, вы ум. А вас нет. Ну, раз вас нет, не о чем и говорить. Я об умении ничего говорить. То есть, я-то хотел сказать, что ваше качество, что вы умный человек. А вы как-то так решительно воспротивились, но я не виноват. То есть, умный человек это качество человека? Человек и ум. Вы же не отождествляете. Человек и сознание. Человек обладает сознанием, но сознание это не человек. Это свойство высокоорганизованной материи отражать материю и самого человека. Вы обладаете сознанием? Сознание. Ваше сознание высокое-высокое, тогда вы умный человек. А вы все упираетесь. Никак вот я не могу вас к этому приспособить, чтобы вы просто согласились хотя бы с тем, что вы умный человек, и что это ваше качество. А чем качество хорошо? Что оно, говорит Гегель, оно еще не отделилось от наличного бытия. А дальше пишет, ну правда оно и никогда не будет от него уже отделяться. Так, а зачем он так написал нехорошо? А затем, чтобы вы поняли, что это надо посмотреть отдельно, но понимать, что оно отдельно это никогда и не бывает, а только вместе. Не бывает ум отдельно от человека. Это ум человека. И человек без ума, если он без ума, то он безумный. А безумного человека уже за гражданина не считают. Правильно? Голосовать не дают. И он так обездолены были, все сумасшедшие были обездолены у нас 18 марта. Тяжело им было. Но они пережили. Качество. Ну, мы же с вами становление знаем. Качество есть? Качество есть у вас? Чего молчите? Качество есть у вас? А значит, у вас есть, оно бытие? Ну, если есть. Какое? У нас уже наличное у нас. У нас все уже наличное. Наличное бытие. А в наличном бытие есть и небытие. А раз там есть небытие, значит, надо взять качество и как положительное в противоположность отрицательному, и как отрицательное в противоположность положительному. То есть, как бытие и как ничто. Так вот, качество, которое берется как бытие, называется реальностью. А это же качество, которое берётся как отрицание, называется отрицание. Очень просто. Поэтому, поскольку я о вас рассказываю и сказал уже, о чём будет рассказ, о том, что вы умный человек, реальность ваша в том, что вы умный, а качество в том, что вы не дурак. Отрицание в том, что вы не дурак – это отрицательная характеристика. То есть можно одно и то же. Я про высокого человека, как могу сказать? Человек высокий – это реальность. А как в отрицательной форме это же сказать? Ниницкий. Вот и всё. Умный – значит, не глупый. Вы хотите, чтобы вас просто сказали, он не глупый, и никогда не говорили, что вы умный? Это будет нехорошо. Это неправильно раскрыто. Надо раскрыть и так, и так. Всё. Когда это и так, и так раскроете, у вас получается, что у вас вместо двух уже три предмета перед вашими глазами. Какие? На личное бытие остаётся, а мы сейчас с него не сошли. Реальность и отрицание. Три. У вас не зарябило в глазах ещё? Нет. Скоро зарябит. Три. Это надо что-то с этим делать. А как можно с этим что-то делать? А надо показать, что они все едины. Как? Сейчас начнём разбираться. Реальность есть? А раз она есть, то она на личное бытие. А раз она на личное бытие, значит, в ней есть становление. А в становлении есть ничто. Значит, отрицание. Значит, в реальности есть отрицание. Берём отрицание. Оно есть? Есть. Ну, так оно бытие. Значит, в реальности есть отрицание. А в отрицании есть реальность. Раз оно как бытие выступает. Только его взяли, оно сразу и стало, выступило как бытие. Значит, снято различие реальности отрицания. И какое хитрое такое утвердение. Снято различие. Как бы не то, чтобы это различие пропало. Не пропало, оно снято. Вот мы с вами же люди разные. Разные люди мы с вами. Он сомневается, что мы разные. Он считает, что мы одинаковые. Но это правильно он считает. Потому что и он человек, и я человек. Мы же люди. Это значит снятое различие. Наше различие снято. Мы наставим на том, что мы люди. А какие – это уже наше дело. Мы разберёмся с ним как-нибудь. Лекция закончится, и мы там решим. Мы люди. А вы неизвестно, кто тут сидит. А мы-то точно люди. Мы тут пока разбирались и уже сразу поднялись над всеми. А вы кто? Я не видел, что вы видите, что так. Вот. Значит, смотрите. У нас уже сколько объектов? Уже не три, а два. То есть реальность в двух видах. То есть определённость в двух видах. Реальность и отрицание. Которое есть одно. И на личное бытие. Ну, поскольку каждая и реальность, и отрицание тоже на личное бытие, так оно не отличается от на личного бытия-то. Тогда и этого различия нет. Будете на личное бытие? Трой, третий. Пойдёте к нам? Третьим. Мы будем определённо с ними, а вы будете на личное. Пойдёте к нам? Нет. Ну, не надо. Пойдёте к нам. Идите к нам. Мы сейчас пойдём в ресторан. Ну, а куда нам пойти? Вместе. У нас единство же. Закажем по шесть стаканов чаю на вашу стипендию. Так, что получилось? Снято разлитие реальности, отрицание и на личное бытие. Всё снято. А что есть? Одно. А как это одно называется? Если была определённость, была в разных видах, и на личное бытие, есть определённое, теперь на личное бытие. Видите разницу? Было на личное бытие с определённым, а теперь есть лишь определённое на личное бытие. Одно. Определённое на личное бытие. Как бы это короче? Надо короче, правда же? Мы не можем закончить лекцию, но такое три слова – это невозможно запомнить студентам. Если студенты вы можете запомнить, вы народ молодой, мне запомнить – это немыслимо. Три слова. Как я запомню? Да это надо целую неделю помнить. Значит, определённое на личное бытие. Давайте сначала одно слово уберём. Налично сущее, можно сказать. Определённое на личное бытие называется налично сущее. Чем хорошее слово – сущее? Оно сразу отвечает на вопрос «какое» и «что». Это что? Это сущее. Какое? Сущее. Значит, поэтому тут различие, реальность и отрицание убрано. Очень хорошо. Нет, простите. Различие определённости на личное бытие убрано. Уже и на вопрос «что» отвечает на личное бытие и «какое». Наличное сущее. А ещё короче нельзя? Ну как? Вы должны говорить, требовать короче. Ну короче. Чего лекции такие длинные-то? Короче. А короче – нечто. Нечто. Нет, это же определённость. Вот она стоит впереди. Нахально стоит впереди, а результат положительный. Нечто. Вы воспринимаете это слово как положительный или как отрицательный? Как положительный. А впереди стоит «нет». Вот если бы не стояло отдельно, это было бы отрицательным. Это как сахар от чая. Тут сахар в этом самом пакете, а здесь чай без сахара. Тогда они отрицания. А когда уже вы размешали этот чай, всё, это определённость чая. Так и здесь. Нечто. И это нечто. И это что? Могут ужиться, если одно есть «не», а второе одно отрицательное, другое утвердительное. Как вы считаете? Могут они ужиться? Нормально. Могут жить? Нет. Не могут. Нормально. Нет. Но это борьба. Ну как отрицание и утвердение? Они же борются. Единство. 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 Это и говорит о том, что их две. Единство. Это и говорит о том, что единство борющихся. Когда вот я вступаю к вами в борьбу, у нас будет сейчас единство. Как ещё? Вот если я вас ударю, это будет единство. Пока не ударю, нет единства. А вот сколько я наношу, когда ударю, смотрите, что получается. О! Момент единства. Все видят, да? Куда вас ударить? Вот не и что, они в таком состоянии, что кто-то должен кого-то съесть. Ну правильно же? Правильно. Ну а как будут есть? Это значит, следующие лекции. Так что эту лекцию мы уже не можем. Такую сложную задачу мы тут не можем решить в оставшиеся пять минут. Нет вопросов? Что? Все, мы уходим в ресторан, а все остальные свободны. Спасибо. 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 Продолжение следует...